Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию серию видеопрезентаций, посвященных особенностям обновленной учебной программы по предмету художественный труд в основной школе. В данном ролике мы рассмотрим содержание и виды учебной деятельности, направленные на реализацию целей обучения учебной программы 8 класса 3-й четверти. В 8 классе в 3-й четверти изучается раздел «Дизайн и технология». В разделе «Дизайн и технология» для мальчиков учащиеся ознакомятся с настольными играми, изучат историю возникновения настольных игр, современные настольные игры, концепцию настольной игры, разработают идею для настольной игры, графическую документацию, эскизы, чертежи. По разработанным чертежам изготовят сперва детали настольной игры, оформят игру, протестируют пробный прототип игры, соберут информацию об игре в виде анкетирования и опроса, проведут презентацию настольных игр. В разделе «Дизайн и технология для девочек» учащиеся ознакомятся с дизайном моделей одежды, сшитых на основе народного кроя, цельнокроенный рукав, разработают идеи, эскизы, подготовят материалы, инструменты и оборудование, изготовят изделия на основе народного кроя, выполнят раскрой деталей, обработку отдельных деталей, сборку деталей и отделку изделия, при необходимости декорируют изделия, проведут презентацию работ в виде модного показа. Более подробную информацию о целях обучения, реализуемых в рамках раздела «Дизайн и технология для девочек» и для мальчиков, вы можете узнать при рассмотрении долгосрочного учебного плана для 8 класса. Темы и содержание занятий должны соответствовать общей тематике, предусмотренной долгосрочным планом программы, а учебная деятельность должна быть направлена на реализацию учебных целей, изучаемых в рамках предусмотренных тем. Как мы уже отмечали ранее, цели обучения и базовое содержание учебной программы предоставляют учащимся и педагогам право выбора объекта труда и техники работы в рамках одного раздела. Соответственно, в рамках раздела «Дизайн и технология» учащиеся могут выполнить разные виды деятельности и выполнить разные работы. Например, в разделе «Для мальчиков» учащиеся изучают и создают настольные игры из природных древесных материалов. Это могут быть игры наподобие шахмат или шашек. Или учащиеся могут создавать карточные настольные игры из картона или плотной бумаги. А также они могут создавать детали настольной игры из различных подручных материалов. Это могут быть пластмасса, керамика, детали от старых игрушек и многое другое. Материалы для создания настольной игры, технику обработки материалов, концепцию настольной игры учащиеся могут определить самостоятельно. Разрабатываемые игры могут быть разными. Это игры с игровым полем, карточные игры или игры с дизайновыми фишками. В таком же формате изучается раздел «Дизайн и технология» для девочек, где учащиеся и педагоги самостоятельно могут определить объекты труда и техники работы в рамках представленной темы. Например, учащиеся ознакомятся с дизайном модели одежды, сшитых на основе народного кроя, цельнокроенный рукав, подготовят материалы и на выбор могут шить кофту, платье с цельнокроенным рукавом или костюм с цельнокроенным рукавом. Модели одежды и материалы для своих одежд и для отделки учащиеся определяют самостоятельно. Готовую настольную игру необходимо протестировать, получить обратную связь. Каждая группа демонстрирует свою игру. Участники группы играют между собой, объясняя правила игры. Затем обучают одноклассников из другой группы. По результатам тестирования, каждая группа совершенствует свои игры. Одни улучшают игровое поле и детали игры, а другие дорабатывают правила игры. Можно также провести мини-турнир настольных игр. Учащиеся презентуют готовую работу на выставке или показе мод. Выставку или показ мод учащиеся рекламируют, используя онлайн-платформы, интернет-форумы, социальные сети и многое другое. Работу можно организовать в следующей последовательности. Разработать текст рекламного буклета или афиши для выставки или демонстрации моделей. Создать образ для демонстрации модели. В процессе презентации или показа мод комментировать свою работу, собственное видение и основную идею творческой работы. Для обратной связи собрать отзывы и рекомендации участников презентации. Уважаемые коллеги, в данном видеоролике, посвященном особенностям обновленной учебной программы по предмету художественный труд в основной школе, мы рассмотрели содержание раздела «Дизайн и технология в восьмом классе». Думаем, данный ролик поможет вам в успешной деятельности по внедрению обновленного содержания образования по предмету художественный труд. Продолжение следует...